Ас-саляму алейкум, араматуллах. Пока жду посадки, начала посадки на свой рейс в аэропорту Стокгольма в Орландии, решил поделиться с вами радостной новостью. Мы одержали очередную победу над Россией в Интерполе. Это уже моя вторая победа над Россией в этом международном институте. Как вы знаете, в отношении меня возбуждено уголовное дело в России, новое уголовное дело по статье 205.2, это публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма. И Россия добивалась моего розыска по линии Интерпола в рамках этого уголовного дела. Как только Интерпол получил запрос, это было где-то полгода назад, по-моему, от России, они увидели, что это тот самый чувак, которого уже Россия пыталась разыскивать по линии Интерпола, и он обжаловал и выиграл это дело. И они решили спросить меня, что я думаю об этом. Мы получили письмо от Интерпола, от МОЛа. Мистер Тумсуам Дурахманов в России обратно просит разместить ваши данные в нашей базе, что вы можете по этому поводу сказать. Мы, естественно, с адвокатом подготовили необходимые материалы, все, что нам было, что сказать по этой теме. Мы, в общем, сказали, отправили, и где-то на протяжении этих нескольких месяцев они рассматривали наше дело. И вчера, или позавчера, мой адвокат получил три письма от Интерпола. Вот я покажу вам самое краткое из них. Оно и самое главное, наверное. В России отказано в размещении моих данных. Также есть еще два более таких подробных письма, где Интерпол конкретно объясняет, по какой причине России отказано, что они считают нарушением то, что делает Россия, что это не соответствует Конституции Интерпола. В общем, это очень важный такой момент. Дело в том, что одно дело, когда-то там где-то в России какое-то уголовное дело возбуждается, потом оно прекращается, когда это остается в рамках вот этой страны не совсем как бы адекватной, не совсем правовой, как мы понимаем. И совершенно другое дело, когда в международном институте, в таких местах, как Интерпол, Гагский трибунал, ЕСПЧ, когда в этих местах ты выигрываешь дело, ты простой человек, простой парень, выигрываешь у целой страны, когда организация объявляет, что целая страна нарушает Конституцию, не ты, не ты человек маленький, которого там обвиняют в чем-то, а целая государство, целая система нарушает. Это очень крутое такое событие. Вообще, тему Интерпола, я за ней очень серьезно слежу. Я знаю, что многие чеченцы разыскливаются по линии Интерпола, и Вайфонд ведет очень серьезную работу. И уже очень много, уже десятки, десятки чеченцев, и не только чеченцев, но в основном именно чеченцы с Кавказа, уже удалось снять их с этого розыска. И есть уже даже такие прецеденты, где человека обвиняли в очень серьезных преступлениях, и казалось, что да нет, здесь, наверное, откажут. Но Интерпол проводил расследование и снимал человека с розыска. Поэтому это очень важно, чтобы мы боролись за свои права, чтобы мы пытались как-то достичь справедливости, так как в этой организации ее достичь можно. Это очень адекватная организация, поэтому я рекомендую всем, у кого есть какие-то проблемы. Орвенлига, контакта гейт, номер 17. Контакта гейт, номер 17. Хутон. На английском не будет? Окей. Так вот, я рекомендую всем, кто не по праву разыскивается по линии Интерпола, оспаривайте, добивайте снятия себя с этой базы данных. Имейте в виду, если вы имеете статус беженца в какой-либо из европейских стран, это уже основание для того, чтобы вас сняли с розыска. Консультируйте, связывайтесь с юристами в Айфонда, сами читайте, гуглите, но добивайтесь справедливости. В этой организации добиться справедливости можно. И на моем примере вы видите, что я дважды добился там справедливости. Ну а сейчас я вынужден вылетать. У меня очередная поездка в одну из европейских стран. Мои патроны будут в курсе. Я буду выкладывать оттуда фотографии. Буду держать вас в курсе. Кто не подписан, подписывайтесь на Patreon. Оставайтесь на связи. Вся хвала принадлежит Аллаху. Господу дуру. Субтитры создавал DimaTorzok